приветствую вас друзья на канале даниила и ларисы мы обычно готовим вареные колбасы какие-нибудь по гостам там докторские эти любительские мартаделлы и так далее сегодня мы хотим вас познакомить с самым простым рецептом домашней вареной колбасы ее может приготовить любая хозяйка или любой хозяин соответственно каких-то особых ингредиентов нам не понадобится но все же обратиться к магазину в котором продают товары для колбасников ну например мы предпочитаем магазин ем колбаски тем более он доступен нашим друзьям и подписчикам и в украине и в российской федерации что нам надо будет приобрести надо будет приобрести коллагеновую оболочку для вареных колбас продается она вот в таких вот бухтах из такой оболочки мы естественно вареную колбасу не сделаем конечно можно сделать натуральной оболочки но чего-то мне сомнительно есть еще вариант приобрести не коллаген а полимиолитную оболочку она дешевле но вареная колбаса мне получается на мой взгляд немножко хуже мне больше нравится в коллагеновой оболочки также в магазине ем колбаски любом другом магазине можно приобрести нитритную соль она нужна в принципе как ингредиент практически во всех колбасных изделиях и нужна она для того в частности в вареной колбасе она должна нужна для того чтобы вареная колбаса не становилась серой после приготовления оставалась красивой розовой то есть сохраняла цвет совершенно безвредно содержание нитрита натрия в соли 0 4 процента то есть ну совершенно мизерная и любые даже самые строгие допуски это содержание ну совершенно спокойно соответствует скажем так и так что нам понадобится еще понадобится бичок кстати для того чтобы перевязать оболочку нам понадобится мясорубка мы будем использовать мясорубку нашу но подходит то есть у нас промышленная мясорубка но подходит любая мясорубка бытовая самой мелкой решеточкой также нам понадобится шприц для набивания колбас или насадка на мясорубку для набивания колбас ну собственно говоря если у вас шприца нет можно использовать насадку и еще понадобится кухонный измельчитель кухонный блендер можешь показать чашу от нашего блендера мы тоже просто будем использовать промышленные кутеры но вообще миссия нашего канала это привлечь как можно большее количество людей покупать сыры колбасы и всякие подобные продукты в магазинах а делать их самим потому что то что продается в магазинах это не колбаса это вообще непонятно что когда я начал читать статьи механической обвалки мяса и понял что в вареную колбасу попадают копыта клювы это в самом лучшем случае а в худшем случае даже страшно подумать что туда попадают шкуры давно убитых животных и так далее после этого перестал есть вообще колбасы любого промышленного изготовления и собственно говоря готовлю только сам к чему вас и призываю мы будем использовать промышленный измельчитель подойдет вот такой вот от любого кухонного комбайна на каждой кухне есть кухонный комбайн и есть вот такой вот измельчитель и можно будет измельчить фарш это что касается оборудования что касается ингредиентов для приготовления нашей самой простой домашней вареной колбасы мы взяли 750 грамм среднежирной свинины и 250 грамм говядины это в принципе пропорции для докторской колбасы как вы знаете допустим советском союзе докторская колбаса считалась диетической и почему она начинаю называется докторская потому что там 50 и 60 и годы и и даже назначали в качестве диеты то есть она действительно диетический продукт также нам понадобится одно яйцо 250 грамм ледяного молока причем тут ключевое слово ледяного мы его охладили до такой степени что в нем кубики леда также понадобится смесь из 10 грамм нитритной соли и 10 грамм поваренной соли и смесь перцев два с половиной грамма черного перца и два с половиной грамма белого перца молота и так друзья нам в первую очередь надо подготовить фарш фарш мы будем готовить отдельно вначале приготовим свиной действительно лариса права вначале прокручу говяжий фарш почему потому что говядины значительно меньше фарш на в принципе но надо готовить отдельно вот и много фарша остается мясорубки поэтому начнем с говяжьего лариса подготовил вот такие вот пакетики фарш теперь нам надо подморозить не полностью заморозить чтобы в ледышку но подморозить, чтобы у него температура была около нуля-минус 1 градус поэтому помещаю фарш в пакетики чуть-чуть говяжьего такая горяченькая хорошая нам досталась, вкусно пахнет что я последнее время свинину вообще разлюбил но колбаса без свинины хотя можно конечно приготовить и полностью горячую колбасу можно наверное и горяченькой с пурицей скомбинировать но как я говорил мы взяли классический рецепт докторской колбасы распределяем фарш тонким слоем в пакетике, чтобы он равномерно охладился и сразу же перекрутим свиной фарш у нас хорошая мясорубка не остается у меня все-таки фарша очень важно, чтобы ножи в мясорубке были острые чтобы фарш именно резался, а не давился потому что если мясорубка будет давить фарш то соответственно она выдалит из него всю жидкость это не очень хорошо, не очень нам полезно в данном случае решетку мы используем самую мелкую которая у нас есть то есть чем меньше решетка тем лучше тем меньше нам потом надо будет перемалывать фарш на блендере перекрутил я фарш и есть маленький лайфхак для того чтобы в мясорубке у нас там осталось немножко фарш для того чтобы выдавить его оттуда берем белый хлеб и забрасываем его в мясорубку он подаст нам немножко фарша который остался в мясорубке сюда вперед вот таким вот образом и нашу свининку тоже помещаем в пакетик точно таким же образом точно таким же образом друзья и отправляем все это в холодильник отправляем где-то на полчаса в морозилку чтобы оно подморозилось наш фарш охладился друзья и теперь нам надо его перемолоть на измельчитель сделать так называемую эмульсию эмульсия делается в принципе для всех вареных изделий для колбас вареных, для сосисок, для сарделек первую в измельчитель помещаем говядину так как мясо более жесткое и добавляем все ингредиенты которые мы подготовили заранее соль, яичко, смесь перцев перцы в последнюю очередь будем добавлять перцы, значит, будем добавлять в последнюю очередь и начинаем измельчать в процессе измельчения заливаем ледяное молоко говядина измельчилась и добавляем свинину важно, друзья, чтобы во время измельчения фарш нагревается вот нам очень важно, чтобы наш фарш не нагрелся в процессе измельчения выше температуры 7-8 градусов по Цельсию для этого мы его и охлаждали и, собственно говоря, для этого же и брали молоко если фарш у нас сейчас перегреется то колбаса у нас в процессе приготовления получит отеки добавляем перец и продолжим измельчение наша эмульсия готова сейчас покажем вам, какой результат мы должны были должны получить возьми просто на руку вот, друзья, эмульсия это вот такая вот однородная совершенно пюре я даже не знаю, как что именно как тесто то есть оно совершенно однородное никаких комочков в нем не должно остаться и сейчас мы извлечем нашу эмульсию и подготовим колбасу к набивке то есть мы ее извлекаем из измельчителя если вдруг во время измельчения у вас поднялась температура выше 8-9 градусов по Цельсию то лучше ее переложить сейчас эмульсию я имею ввиду переложить сейчас в любую посуду и поместить еще на 10-15 минут в морозилку как правило, чем меньше измельчитель тем быстрее в фарше поднимается температура у нас так как измельчитель большой то температура поднимается медленно, друзья мы извлекаем эмульсию из нашего измельчителя из кутера и помещаем ее в колбасный шприц для набивки мы поместили наш фарш в шприц колбасный если у вас нет шприца то вы можете набить оболочку через мясорубку завязываем оболочку с одной стороны хорошо завязываем потому что будем набивать колбаску плотно вот так я делаю несколько обхватов чтобы набить ее плотно теперь надо выпустить воздух и начинаем набивать нашу колбаску, друзья набиваем достаточно плотненько придерживаем если у вас колбасный шприц лучше это делать вдвоем чтобы один держал колбасу а второй подавал фарш если набиваете через мясорубку то в принципе можно справиться и одному но нам удобнее всегда это делать вдвоем вот таким вот образом набили колбасный батончик сейчас у нас в цепке остался фарш мы его вручную загрузим туда тоже в оболочку и вернемся к вам, друзья теперь хорошенько уплотним оболочку вот Лариса сейчас покажет как кстати, друзья, я забыл сказать оболочку надо перед тем, как набивать минут на 10-15 замочить в воде в теплой воде для того, чтобы она стала более мягкая и податливая хорошенько уплотняем батончик колбасы и теперь вот так вот еще перекручивая уплотняем после этого можем завязать завязываем таким образом тоже несколько узлов чтобы каждый последующий узел у нас сложился ниже предыдущего таким образом мы тоже уплотняем нашу колбаску вот так вот и, друзья, отправляем ее после этого в холодильник в холодильник на созревание на сутки а завтра будем готовить для того, чтобы приготовить колбасу нам обязательно понадобится духовка и кулинарный термометр щуп, который можно будет поместить вовнутрь колбасы и контролировать ее температуру подойдет щуп для гриля, щуп для барбекю мы используем кулинарный термометр дистанционный но, в принципе, подходит и обычный, самый простой стрелочный кулинарный щуп, который до 100 градусов отградуирован то есть, который используется просто для стейков стоит он там около 30-40 гривен на сегодняшний день друзья, итак, отправляем наш батончик колбасы в холодильник на созревание на одни сутки итак, друзья, наш батончик пролежал в холодильнике сутки и мы его достали на отепление на 2 часа 2 часа он пролежал у нас при комнатной температуре и теперь помещаем его в духовку на ферментацию включаем духовку нету кнопочки, я включаю устанавливаем температуру 45 градусов и включаем нагрев и, друзья, включаем конвекцию при температуре, Лариса уже просто разогрела духовку она чего-то 45 градусов установлена а духовка температурой 52 градуса сейчас температура упадет и духовка включится при температуре 45 градусов держим нашу колбасу 40 минут то есть, температура 45 градусов конвекция 40 минут держим первый этап ферментация, друзья прошло 40 минут, дорогие друзья и теперь нам надо провести два действия первое, это поместить внутрь батона колбасы кулинарный щуп чтобы мы могли контролировать температуру внутри делаем это следующим образом просто протыкаем вот таким вот образом батон у нас выносной щуп если у вас нет выносного щупа то просто втыкаете обычный щуп для барбекю и второе действие, которое нам надо провести повышаем температуру до 90 градусов до достижения внутри батона температуры 50 градусов то есть, устанавливаем в нашей духовке температуру 90 градусов по Цельсию пока внутри нашей колбаски температура не поднимется до 50, друзья и после этого приступим к следующему этапу добавляем включенную конвекцию то есть, наша колбаса должна сейчас пока обдуваться горячим воздухом пока вот она прожаривается друзья, температура внутри батона колбасы достигла 50 градусов вот как видите, 51 теперь приступаем к самому главному этапу к этапу варки нашей колбасы для этого достанем на минутку колбаску горяченькая и помещаем под решетку сковородочку с водичкой вот таким вот образом мы делаем у нас просто духовка самодельная и решетка не задвигается поэтому под нее еще ставим какую-нибудь подставку что родные решетки от этой сковородки нам не достались вот таким вот образом понижаем температуру в духовке до 80 градусов и варим колбасу таким образом до достижения температуры внутри батона колбасы 69 градусов 69-70 к этому моменту надо обязательно приготовить какую-то емкость с холодной водой потому что нам колбасу надо будет остудить то есть, продумайте вам нужна будет какая-то мысочка с чистой холодной водой чем холоднее, тем лучше итак, температура в духовке у нас 80 градусов конвекцию мы выключили и поставили емкость с водой и варим колбасу до достижения температуры внутри батона 69-70 градусов друзья, температура внутри батончика нашей колбаски достигла 69 градусов и надо ему холодный душ помещаем нашу колбаску в ледяную воду где-то минут на 15-20 щуп желательно не вынимать потому что если вынуть оттуда сразу же потечет сок после этого помещаем колбаску в холодильник даем ей ночь отдохнуть и завтра с утра, друзья, будем ее дегустировать правильно, Ларис? да, все итак, друзья, наша колбаска пролежала в холодильнике ночь ну и, собственно говоря, готовы ее попробовать в первую очередь взвесим мы использовали килограмм продуктов интересно, сколько получилось тысяча два грамма я, если честно, думал, что ну мы же добавляли туда хотя, собственно говоря, что мы молочко добавляли ну вот, молочко не учитывается то есть из килограмма сырья получился ровно килограмм вареной колбасы ну что, друзья, разрежем что у нас получилось посмотрим красота получилась красота так, в первую очередь показываем срез крупным планом колбаса очень классная консистенция вообще идеальная просто идеальная вареночка сейчас покажу крупным планом срез и после этого продегустируем вот, смотрите, друзья, такой срез нашей колбаски она такая очень плотненькая совершенно однородная отверстие это от щупа вот который мы в него в нее помещали ну такая, я считаю, очень классная консистенция для вареночки сейчас попробуем ее что, друзья, попробуем оболочку снимаем Лиза очень хочет попробовать тоже сейчас, Лиза, и ты попробуешь это колбаска диетическая у нас по мотивам докторской ну что, Лиза, пробуем Лизе понравилось отлично просто идеально причем вот, когда мы делали прожарку это как раз дает ну, не хочу снимать оболочку то есть, внутри колбаска розовенькая а корочка чуть-чуть вот чувствуется такая ну, как, не корочка когда снимаешь коллагеновую оболочку вот, тут кусочек прилипло получается вот такая вот прожаренная ну, как корочка, да очень вкусная колбаса Лиза тоже так считает отлично отлично все получилось, друзья колбаса ну, как бы, простой мы старались сделать максимально простой рецепт для начинающих для людей, которые хотят первый раз попробовать себя попробовать сделать домашнюю вареную колбасу действительно, рецепт простой никаких подводных камней нету мы постарались все максимально подробно рассказать и описать колбаса получилась потрясающая поэтому, друзья призываю вас перестать покупать гадкие вареные колбасы которые продаются в магазинах куда идут копыта хвосты и шкуры а начать делать домашние вкусные замечательные очень полезные вареные колбасы из натурального сырья из чистого мяса происхождение которого ну, по крайней мере вы видите, что это мясо что в эту колбасу идет мясо а не черт знает что вот собственно говоря колбаса получилась если есть какие-то вопросы друзья задавайте их в комментариях мы отвечаем на все комментарии ну и как обычно подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх а мы будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока